Например, первый вопрос. Каждый ли человек может, допустим, управлять, торговать или обучать? Ну, допустим, некоторые говорят, да любой человек может обучать. Нет. Каждый человек может управлять? Нет. Каждый человек может торговать? Нет. Говорят, да, торговать каждый может. Нет, мой хороший. Я вам сейчас скажу, для того, чтобы торговать, какие нужны качества. Это вы так сказали, потому что у вас такая природа. Вам легко это делать. Вы можете торговать, это ваша природа. Но не у всех такая природа людей. Я вам сейчас скажу, какая у вас природа, какие качества нужны для того, чтобы торговать. Человек с детства должен быть очень общительным, уметь строить отношения, дружить с людьми. Раз. И при этом видеть их насквозь. Дружить, а сам знать, с кем ты дружишь. Делать добрый вид, а сам знать, что происходит. Раз. Второе. Человек, который может торговать, он должен быть заинтересован в богатстве. Он должен считать богатством, главной силой, которая дает возможность людям как что-то менять жизнь. Это его понимание, что является главной ценностью у людей. Следующее качество. Человек, который может торговать, он добрый по природе. У него добродушный характер. Вот. Но при этом он никогда свое не упустит. То есть он никогда не упускает то, что ему положено, он никогда не отдаст. Это следующее качество. Несмотря на доброту. Дальше человек, который может по природе торговать, он очень проницательный. Он может с людьми договариваться. Он знает, он видит энергию денег. Он знает, где есть деньги, где нет денег. Где можно вкладывать, где нельзя. Он чувствует. Это не каждый человек может. Поверьте мне. Есть много людей, которые не могут дружить, знакомиться. Есть много людей, которые не видят, где можно вкладывать. Их легко как бы оплоповушить. Они как бы не понимают, где есть прибыль, где нет. И так далее. Для этого нужна сила. Вот эта сила называется природой человека. И природа человека может по-разному проявляться. Например, есть увлечение. Допустим, человек любит рисовать. Это природа человека. Природа человека. Но она находится в чувствах. Чувство — это самая поверхностная часть сознания человека. Например, у меня хороший на стране, плохой. Ой, как мне это все понравилось. Ой, теперь мне это все не нравится. Ну, то есть чувство — это самое поверхностное. Сегодня я люблю рисовать. Ой, завтра все, я не люблю рисовать. Я сегодня люблю как бы заниматься каким-то видом спорта. Сегодня, ой, что-то мне надоело, я уже не люблю. Ну, то есть эта чувственная деятельность, она... Сегодня я люблю торт вот такой. Завтра я пожрался, уже не люблю. Чувственная деятельность, она самая поверхностная. Это самая поверхностная природа человека. И она не является основой. Это просто увлеченность. Понимаете, следующая природа человека называется умственная платформа, не чувственная, а умственная платформа. Умственная платформа более глубокую природу имеет. И когда человек с позиции умственной платформы действует, он действует в рамках своих способностей. Допустим, у человека есть способности. Допустим, я могу там быстро бегать. Мне нравится бороться, допустим. Я люблю бороться, но смогу ли я побеждать в борьбе, вот в чем проблема. Если я могу побеждать, значит это мои способности. А если мне нравится бороться, значит это просто чувственная деятельность. Это временно, сегодня нравится, завтра не нравится. А если я смогу побеждать в борьбе, это мои способности. Но теперь, если я могу бороться и побеждать всех, значит ли это, что я буду испытывать счастье в борьбе? Нет, мои хорошие, вот в этом ваша ошибка. Испытывать счастье от борьбы, это называется природа человека, природа. Бывает, что человек, допустим, не склонен быть, ну у него нет качеств быть сильным борцом, допустим, сразу, сразу. Но у него есть чувство, что это его дело, ему нравится. И этот человек достигает большего, чем тот, у кого есть способности, но нет желания. Понимаете? Чувствуете разницу? Поэтому, видите, и есть еще одна природа человека, это способность быть мудрым. То есть мудрость — это природа каждого человека. Если человек развивается, как лично становится мудрым, он стоит выше всех, выше всех природ. Итак, давайте разложим на четыре, вот эти полочки, на четыре составляющие природы человека. Первая составляющая называется хобби. Хобби — это когда человеку что-то нравится, он действует на чувственной платформе, но при этом это никому не надо. Допустим, он рисует картину, идет продавать, и никто не покупает. И потом он спрашивает, почему вы не покупаете, красиво, уже очень красивая картина. Ему говорят, да как это тебе красивое, а всем остальным некрасиво, потому что ты для себя рисовал. Ты не для людей рисовал, а для себя. У меня люди, когда начинают вот камни подбирать, можно подбирать камни так, чтобы подходило другому человеку. Это очень сложно. У меня учатся пять лет, ребята, этому. Но когда они начинают чувствовать камни, и первый раз, когда человек подобрал камень, он говорит, я подобрал. Он подзовет меня, говорит, я подобрал. Знаете, кому подобрал камень? Себе, да. Ему подходит. Он подобрал тому человека и уверен, что это подходит тому человеку. А на самом деле он подобрал себе. точно так же человек первый раз влюбляется и он как бы уверен что этот человек тоже его любит он уверен полностью потом оказывается что нет почему потому что он своей влюбленности не учитывал интересы другого человека нет опыта он просто вот он понравился он ходит и как бы и все ему нравится отношений то нет никаких точно так же человек когда хобби занимается он все время что то делать что ему нравится он приходит на работу мне нравится вы возьмите меня к себе на работу мне нравится делать вот это все думал здорово ему нравится давайте возьмем берут его и он делает то что ему хочется ему говорят слушать и вот это не только вот это надо делать а еще вот это он он говорит, а это я не могу делать, мне не нравится. Это называется платформа хобби, чувственная платформа, нравится или не нравится. Но то есть такого человека нельзя брать на работу, потому что он не развился как личность, он находится на платформе хобби. Ему надо сначала стать другим человеком. Он должен сначала глубже понять этот мир, иначе он будет нравиться или не нравиться. Он половину работы делает, ему нравится, в другую он скучает. А если он захочет ее делать, вторую часть работы, то он будет сильно уставать. Потому что он не привык себя насиловать. Ему не нравится над собой что-то делать, и он будет страдать просто. А дяденьки, отпустите меня, я не могу это делать. Пускай кто-то другой делает. Вот. Ну то есть это означает детская позиция в жизни. И таким ребенком человек может быть всю жизнь. Некоторые всю жизнь на платформе хобби находятся, и поэтому они постоянно меняют работу. Они всегда приходят к кому-то в коллектив зажженными глазами. У них горят глаза. Думают, о, хороший, наверное, будет специалист. Берете и потом смотрите, он часть работы делает отлично, а часть вообще не делает. Так у нас был случай. Мы взяли одного человека на работу. Он у нас руководил определенным департаментом. И в руководство входила деятельность, связанная с разными аспектами. Но этот человек все время общался с людьми. Все время общался, собирал, собрания делал, что-то с ними разговаривал. Но как они работают, он не проверял. Ну то есть у него не было полной занятости. И как мы не пытались его настроить на то, чтобы он делал то, что надо. Он всегда все заканчивал с тем, что он опять начинал вот такие вот собрания, совещания. Ему надо было просто со всеми беседовать. И потом выяснилось, что ему нравится беседовать просто. То есть он на платформе хобби находится, хотя внешне такой развитый человек кажется. И он просто на платформе хобби, ему нравилось со всеми беседовать, а все остальное ни за что. Вот хоть убей его, он делать не хочет. Вернее, он сначала делал, у него башка дымилась от этого, ему было тяжело, он страдал, уставал очень сильно, болел от этого. Потому что ему хотелось просто обалдеть от жизни. Ему не хотелось что-то делать для других, ему хотелось наслаждаться жизнью просто этому человеку. И поэтому мы его отправили, подарили ему весь мир. Потому что, ну невыносимо, человек не выполняет свои обязанности просто. Это платформа хобби. Запомнили? Следующая платформа, когда человек начинает чесать репу и понимает, что ему надо где-то работать, что хватит дурака валять, его отсюда уже везде повыгоняли, где только могли. Вот. Не обязательно все люди обязательно на этой стадии хобби задерживаются. Может быть, они ее проходят в детстве. Лучше в детстве пусть пройдут. В детстве ребенок то одно, то другое, то третье, там ему хочется там, та секция, другая секция. И рано или поздно он где-то утверждается, потому что там у него лучше получается. То есть он переходит на другую стадию. Если человек не перешел на эту другую стадию в детстве, наверное, ему придется в каком-то юности там или в зрелом возрасте уже на эту стадию перейти. Итак, следующая платформа, умственная платформа, означает, что человек понимает, что ему нужны деньги, у него есть семья. Нужно зарабатывать деньги. И чем я могу заниматься? Тем, что у меня получается. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли воду бри-ши-то. Вот-вот-вот-вот-вот тебе и здрасте. Делать что-то хорошо, делать что-то хорошо. Что ты, что ты, что ты делать, мастер? Ну, то есть, у человека получается что-то, и он начинает это делать. Его мотивация — деньги этого человека, ему нужны деньги. Почему? Потому что мы имеем все эту мотивацию, называется страх. Эта мотивация для всех неразвитых людей является главной. То есть, все люди хотят дом, семью, положение в обществе, деньги, влияние. Все это идет от страха, потому что без этого невозможно жить. Нет дома — нет жизни, нет семьи — нет жизни, нет денег — нет жизни, все плохо. И эта мотивация заставляет человека действовать согласно своим способностям. Вот это у меня получается, это мне дает нормальные деньги, значит, я буду этим заниматься. Все, такое решение. Человек принимает это решение, начинает этим заниматься. Сначала все хорошо, потому что деньги есть. Потом он замечает, что эта деятельность, которую он совершает, она ему не нравится. Она получается, все классно, деньги есть, но ему не нравится. Потому что мотивация страхом никогда не приводит к счастью. Запомните. Если я из-за денег куда-то пошел, счастья там не будет. Поэтому в этом «Золотом ключике» в фильме, в детстве, я заметил одну фразу. Там черепаха тортила, она спросила Дуримара. Я говорю, тебе могу дать «Золотой ключик», но ты сначала ответь мне на вопрос. Тебе что в жизни нужно, счастье или деньги? Ну, Дуримар не врубился. А я почему-то начал задумываться об этом. Дуримар не врубился, он ответил, а сколько веса там в этом ключике? Сколько там золота? Вот. Он не смог понять вопроса. Но я начал думать, а что, есть разница между деньгами и счастьем? И потом меня осенило, что, ну, в более зрелом возрасте, вопрос у меня завис в подсознании. Потом у меня пришел ответ в жизни. Потому что, когда человек мотивируется страхом, то какой результат получается? Вот он получает что-то. Допустим, он получает деньги. И что он получает вместе с ними? Счастье? Успокоение. Успокойствие получает. Алло, как у тебя дела? Все хорошо. У меня все хорошо. Ну, все хорошо. И люди думают, что это и есть счастье. Но это не счастье. Это спокойствие. Просто успокоение. Это не счастье. Счастье — это другое. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Вот это счастье. А спокойствие — это не счастье, это просто спокойствие. Вот, допустим, курочка сидит, допустим, у меня яичко появилось. Она такая... Она, курица, обычно бегает, и носится все время, суетится, очень беспокойно. но когда яичко появилось, она села. Это счастье? Некоторые считают счастье. Нет, это просто спокойствие. Просто спокойствие. ей спокойно стало просто яичко ее держит она чувствует себя хорошо спокойно очень от него приходит такое как успокоение нормально стало жить яичко есть все отлично вот это называется успокоение но это успокоение она не дает вот энтузиазма в жизни такого сердце не раскрывается и человек особенно который уже совсем все успокоилось как бы все классно можно вообще не париться и деньги есть он думает что-то мне не хватает и куча анекдотов про новых русских вот этих вот все они на эту тему ну что как бы запорожский мужик перевернулся там а кочки в лужу лужи кочка перевернулся и вылазит из машины плачет говорит все говорю последняя машина отремонтировать не на что все сидит плачет потом мужик на волге ты по переворачивается рядом такой смотр выходит говорит столько-то ремонта до тяжело конечно что делать думать о ремонте не о том что все пока кончилось а ремонте дом новый русский переворачивается выскакивает ребята вы видели какие брызги эти другое мышление то есть ну надо просто чтобы какое-то счастье было счастья нет никакого все хорошо а тут перевернулся и брызги супер эти уже как-то веселее жить вот ну то есть когда люди стремятся просто к этой успокоенности в жизни они потом закисают есть такой феномен что когда вот семья достигает всего они дом построили вместе все вот они строили дом построили все сделали все классно в жизни дальше что как вы думаете что дальше дальше развод вот парадокс понимаете вот по статистике дальше развод жил делать нечего дальше все у них цель цели в жизни на их закончились им больше нечего делать когда человека нет цели его 1 раз колбас начинается начинает ругаться спорь ему что-то надо он не знает не понимать что надо а что-то надо и все начинается люди ругаться начинают ссориться и тогда